Всем привет! Всех с Днём Студента! В эфире Альма-Матер. И этот выпуск мы посвящаем Белорусско-Российскому университету. На днях ВУЗ отметил своё 55-летие. Именно этот университет открыл перед моим соведущим Мишей Коробецким много возможностей, в том числе возможность стать студентом Года Белоруссии. Вместе с Леной Хроменковой мы поздравляем БРУ и в этом выпуске расскажем. Как изменился ВУЗ и чем сейчас он привлекает абитуриентов в интервью с ректором. Не потеряться бы и отправимся на экскурсию по главному корпусу и расскажем его историю. Как свою Альма-Матер поздравили известные выпускники. Об этом и не только. Узнаете через несколько минут. 55 лет назад в Могилёве открылся новый ВУЗ. Могилёвский машиностроительный институт тогда «Машинка» была известной в Белоруссии ВУЗом такого профиля. Сейчас это престижный, известный во многих странах Белорусско-Российский университет. О главных достижениях ВУЗа в интервью для нашей программы расскажет ректор Игорь Сергеевич Сазонов. Мы добились положительных и хороших результатов по всем направлениям своей деятельности. Если взять учебный процесс, то мы первыми и в Республике Беларусь среди университетов перешли на двухуровневую систему подготовки специалистов с высшим образованием. На первой ступени готовится бакалавр-специалист и вторая магистр. У нас ВУЗ, я думаю, это один из немногих в Республике Беларусь, который включает в виде одного юридического лица две ступени последних наших лицей. Это 10-11 класс, затем архитектурно-строительный колледж, университет, собственно, и институт повышения и преподавательства кадров. Это все в виде одного юридического лица. Если сложить всех слушателей, студентов, учащихся, которые обучаются в указанных структурах, это около 11 тысяч человек. У нас работает около 350 преподавателей, процент остепененности у нас составляет 42%, я имею в виду, это ученые степени и звания преподавателей, 153 – это кандидата наук доцента и 20 профессоров. Мы, реагируя на рынок, мы часто меняем подготовку специалистов по новым специальностям в ВУЗе. За последние пять лет мы ввели подготовку по шести новым специальностям, которых нет в Республике Беларусь. Это биотехнические системы технологии, это специалист по обслуживанию, ремонту, эксплуатации оборудования, которое находится в здравоохранении. И программная инженерия – это айтишная технология. Мы создали филиалы кафедр на предприятиях города Могилёва для того, чтобы усилить практику наших студентов. 80% выпускающих кафедр имеют филиалы кафедр на предприятиях и организациях города Могилёва. Мы создали центр технического обучения американской фирмы ХААС, который оборудован современным оборудованием этой фирмы и симуляторами этой фирмы. Участвуем в европейских образовательных программах, поддерживаемых Европейским Союзом. И вот в рамках этих программ наши студенты обучались в университетах Италии, Греции, Португалии, Эстонии, Китая, Чехии. Но наиболее эффективно у нас развивается сотрудничество с нашим российским партнером – это Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. За последние два года 39 студентов прошли повышение квалификации в Санкт-Петербургском политехническом университете и 9 наших преподавателей. Мы очень хорошо сотрудничаем с посольством Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. У нас при помощи этого посольства организован класс по изучению китайского языка. В БРУ хорошо развито строитрядовское движение. Студенты участвовали в таких масштабных проектах, как реконструкция Пушкинского моста в Могилеве и строительство атомной электростанции в Островце. У нас широко развита спортивная жизнь студентов. Они участвуют во всех спортивных мероприятиях в Российской Федерации, престижных, в которых мы специализируемся, и в Республике Беларусь. Самым значимым и очень высоким результатом, запоминающимся для коллектива, было участие нашего студента Никиты Цмыга на Олимпиаде в Рио-де-Жанейре. Сейчас студенты БРУ готовят на 8 факультетах по 23 специальностям. Сюда приезжают учиться ребята из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. В Белорусско-Российском университете 5 учебных корпусов. Главный корпус – одно из уникальных зданий Могилева. Строилось оно совсем не для учебных целей, но вышло так, что с первых дней в нем располагались именно учебные заведения. Отправляемся на экскурсию с Ириной Бородиловской по главному корпусу БРУ. Это здание – одно из самых приметных в Могилеве. Вот уже 55 лет здесь располагается легендарная машинка, которая сегодня известна как Белорусско-Российский университет. Но история главного корпуса БРУ началась намного раньше. Когда-то на этом месте торговали сеном. Строительство же здания началось в конце 30-х прошлого века. Оно должно было стать столичным вместе с нынешним Домом Советов. В 1938 строительство началось. Здание предназначалось для наркоматов внутренних дел. Закончилось за несколько месяцев до войны, в 1941 году. Спроектировал это здание в стиле сталинского неоклассицизма архитектор Павел Абросимов, который в свое время получил сталинскую премию за проект Московского государственного университета на Воробьевых горах. Интересный факт. Если бы выпускник старого доброго Оксфорда каким-то чудом очутился в Могилеве, он бы испытал острый приступ ностальгии. Один из корпусов английского универа для истеблишмента весьма смахивает на могилевскую машинку. Впрочем, учебное заведение в этом здании появилось задолго до инженерного вуза. Накануне Великой Отечественной здесь расположилась Могилевская межкраевая школа НКВД-НКГБ. В начале войны в этих стенах был сформирован отряд народного ополчения, который участвовал в обороне Могилева в составе легендарного батальона капитана Владимирова. Во время оккупации в здании располагалась городская тюрьма. По свидетельствам очевидцев, именно здесь гитлеровцы замучили могилевскую подпольщицу Таню Карпинскую. А еще эти стены помнят героическую историю, достойную кинематографа. Бывший рядовой 172-й стрелковой дивизии, защищавший наш город, Василий Ворчук, смог пробраться в эту тюрьму с оружием, разоружить охрану и освободить несколько десятков подпольщиков, которые ожидали смерти. После войны здесь продолжили готовить чекистов вплоть до 1961 года. После здания передали созданному в этом году Могилевскому машиностроительному институту, который в самом начале состоял всего из двух факультетов. В первый учебный год студентов готовили всего 23 преподавателя. На первом этаже располагались административные и хозяйственные помещения, небольшая столовая. На втором и четвертом общежития, в котором проживали 152 студента. До 1967-го машинка делила здание с библиотечным техникумом. Наш университет, как все говорят в народе, машинка, был машинкой юридически до 2000-го года, когда название он приобрел новое, Могилевский государственный технический университет. А через три года экс-машинка стала белорусско-российским университетом. Сегодня здесь получают высшее техническое образование почти 11 тысяч студентов. А вот знают ли они об истории своей альмаматы? Ну, так как Могилев хотели перенести столицу, изначально это здание строилось для комиссариата. Но потом отменили перенос столицы, и это здание послужило как школа НКВД. В первые годы войны здесь находился полк народного ополчения, в состав которого входили курсанты и преподаватели школы НКВД. И по одной из версий, в 1944 году Валентин Фатин здесь взял штаб немецкий. В 1961 году это здание стало машиностроительным институтом, и позже уже стало нашим университетом БРУ. За 55 лет изменилось многое. Неизменным осталось одно. Диплом могилевской машинки во все времена котировался очень высоко. Технический Оксфорд. По-другому не скажешь. А еще именно в Белорусско-Российском университете с недавнего времени ежегодно проходит Могилевский фестиваль науки. И это не случайно. Ведь 5 лет назад университет аккредитован на статус научной организации. Разработки вуза известны даже за пределами нашей страны. Многие из них запатентованы и уже внедрены. Подробнее в сюжете. Разработка информационных систем и строительных конструкций, систем электронного управления и управления на транспорте. Белорусско-Российский университет получает до 30 патентов в год. Вуз даже занимается производством своих новинок. Например, такие эндоскопы заказывают российские компании. Это производство выпускает эндоскопическую технику, которая предназначена для осмотра труднодоступных мест, машин и оборудования. Мы занимаемся разработкой волоконно-оптических эндоскопов достаточно давно. Эти разработки получили признание на территории Республики Беларусь и на территории Российской Федерации. Эндоскопам легко осматривать труднодоступные места. К тому же он в 5 раз дешевле зарубежных аналогов. А этот компактный прибор очищает детали и делает их прочнее. Работает точнее ювелира. Уникальную технологию еще никто в мире не сумел повторить. Если говорить простым языком, данная технология или данная установка позволяет повысить срок службы, в данном случае мы занимаемся режущим инструментом, любого режущего инструмента в полтора-два с половиной раза. Над развитием технологии в ВУЗе трудятся более 30 лет. Сейчас разрабатывают уже четвертую версию установки, которую можно будет управлять через Wi-Fi. Еще одна разработка – композитный несущий элемент, который можно использовать при строительстве. Допустим, в железобетонной плите арматура, это вот эти стержни круглые, она работает сама, а бетон работает самостоятельно. Здесь же это все объединено. Работает металл и бетон совместно. Полости эти смещены, и когда мы бетонируем поверхность, то у нас появляются, вы видите, вот своеобразные замки. В отличие от обычных плит, их монтируют почти без остановки движения под путепроводом, и служат они значительно дольше. Наряду с научными сотрудниками в разработках ежегодно участвуют до 700 студентов. Молодежь очень любит в наше время электронные технологии, технологии информационные. Вот поэтому наши студенты с большим удовольствием участвуют вот в таких интересных разработках. Одна из последних работ с участием студентов – электронный гид. Ее уже используют на общественном транспорте в Минске. Умные компьютерные модели в реальном производстве. Их разработкой занимаются в инжиниринговом центре. Меньше двух лет назад БРУ стал первым в Беларуси вузом, где был создан такой центр. Во всем мире инжиниринговые центры служат своего рода подготовкой к четвертой промышленной революции, когда людей в производстве и других сферах максимально заменят роботы. Звучит пока фантастично, но наши студенты уже сейчас учатся работать с киберсистемами. Смотрите сами. Очень нравится. Прямо работа мечты, так сказать. Хотелось бы продолжать тут работать и после учебы, и потом, и потом, и потом. Слава работает в центре всего несколько недель, но уже впечатлился разработками. Неудивительно, ведь ими занимаются только в двух местах. Есть национальный центр компьютерного моделирования при Академии наук. И вот у нас в Белорусско-Российском создано что-то похожее. Но мы более мобильны, и, соответственно, имеем из-за этого большие преимущества. Инжиниринговый центр создан в рамках развития университета. Но на его организацию повлияли и мировые тенденции. В 2011 году впервые появился в США термин «передовые производственные технологии». И затем, чуть-чуть спустя, в Германии появилась такая концепция «индустри 4.0». То есть суть этой концепции – это четвертая промышленная революция, которая бы обеспечила конкурентоспособность промышленности в создании и внедрении в производство умных моделей. Именно умные модели начали разрабатывать в центре. Сотрудники сопровождают внедрение в производство инженерных идей, новых конструкций и технологий, полученных на основе наукоемкого компьютерного моделирования. Они пользуются спросом, есть конкретные заказы. И с этого момента уже наши специалисты подключаются и работают совместно со специалистами завода. Но преимущество наше состоит в том, что мы используем передовые технологии, которые, соответственно, есть на Западе, и мы осуществляем трансфер их к нам. И, соответственно, потом трансфер уже к технологической цепочке предприятия. Это позволяет сократить сроки проектирования. Сотрудники центра уже сделали несколько проектов для промышленности. Например, на Белазе снизили себестоимость производства машин. А при помощи другой разработки провели реконструкцию линий по выпуску битумной эмульсии в Бобруйске. Это позволило на сегодняшний день получать стабильную температуру в течение 8 часов работы завода. И, соответственно, на 7% быстрее выходить по времени на требуемую температуру. Ну, что в конечном итоге это снижение топливных затрат для заказчика. Команда центра — это молодые люди в возрасте до 35 лет. Студенты, аспиранты, инженеры и научно-педагогические работники трудятся над очередными ноу-хау для промышленности. Отбор сюда достаточно жесткий, ведь работают здесь лучшие специалисты в области компьютерного моделирования. Четвертого ноября состоялось торжественное празднование юбилея БРУ. Столько почетных гостей сразу в ВУЗе не было уже давно. Программа «Альма Матер» тоже не смогла пропустить это событие. Смотрим сюжет. Белорусско-российский университет отмечает юбилей. Вот уже 55 лет этот ВУЗ считается одним из самых престижных университетов, где готовят специалистов самого высокого уровня. Поздравить свою «Альма Матер» в этот день приехали известные выпускники. Около 30 лет назад они были студентами МАШФАК, а тогда машиностроительного института. Сейчас они почетные гости своей «Альма Матер». История, когда люди учатся, и вообще это все тепло. Когда люди учатся, вместе общаются, занимаются вместе спортом. Это же не только одна учеба, это совместное время проведения и спорт. Футбол, волейбол соревновались между факультетами, между потоками. И действительно, годы моментальной молодости провели на этой центральной улице, центральной части города Могилево. И это все, конечно же, помнится, и воспоминания такие радостные. Я вообще очень ценю этот ВУЗ, это учебное заведение. Хотя мне сегодня приходится работать не по специальности, но та база, которая заложена в этом университете, тогда машиностроительный институт был кусен все кадры до нашей службы. И дело в том, что наша служба состоит из множества профессий. Практически все специальности, которые преподаются, выпускники всех специальностей, они у нас работают и вносят свой вклад. Потому что у нас большой парк техники, а здесь готовят великолепных инженеров. В университете и сейчас сохраняют сильную научно-техническую базу, делают ставку на технологии будущего. Мы особое внимание обращаем на технические ВУЗы, чтобы они создавали у себя структуры новые, технологические, те, которые внедряют новые наукоемкие производства у себя. И вот сегодня 55 лет университету, действительно, который где-то у нас сейчас один из лидеров таких новых, инновационных внедрений в области инженерии, машиностроения. Торжественная часть юбилея. От выпускников и иностранных гостей много теплых слов и подарков. Преподавателям вручили грамоты и знаки «Отличник образования». История Белорусско-Российского университета – это десятки тысяч специалистов высокого уровня. Многие из них стали примером и стимулом для сегодняшних студентов. История родного ВУЗа в фотоснимках на выставке «Воспоминания». Мы ходили по кафедрам, обращались к преподавателям, студентам, бросили клич в интернете и начали сбор фотографий. В основном фотографии, которые представлены на выставке, они 70-80-х годов, то есть это первый выпуск нашего университета. На самом деле фотографии все черно-белые, но безумно интересно посмотреть на то, как жили студенты в то время. А для меня эта фотовыставка – это еще одно подтверждение того, что студенчество – это самая яркая пора в жизни любого человека. Жильцы студенческого общежития поздравили свой ВУЗ прямо из окон, изобразив 55 и БРУ. А в одном из клубов в честь юбилея устроили большую студенческую вечеринку. А на этом все. В следующем выпуске «Ректор БРУ» расскажет о личном в нашей рубрике «Деканат». А также побываем на кулинарном конкурсе в Университете Продовольствия. Будет интересно. Включайте «Белару 4 Могилев», «Альма Матер» в эфире каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Еще раз с Днем Студента. Увидимся. Пока-пока. Включайте «Белару 4 Могилев», «Альма Матер» и все супер будет. Класс.